За русскую победу! Марш! Поехали! Компе граждани! Мы любим вас! Здравствуйте, я Сергей Королёв. Ключ у деревни Мельзан Баендаевского района, о котором я рассказывал 7 мая в первом выпуске «Пульс при Ангаре. Новое время» новым родником не стал и будущее территории не изменил. Он просуществовал пару дней. Причиной возникновения ключа стало просачивание грунтовых вод при ежегодном таянии снега и льда. При этом жидкость навряд ли является питьевой и обладает лечебными свойствами, хотя анализ воды власти не проводили. Об этом на запрос газеты «Байкальская Сибирь» сообщил глава муниципального образования «Покровка», в которое входит деревня Мельзан Александр Владимирович Багинов. Подробности по ссылке в описании выпуска. Тем не менее, явление удивило и порадовало очевидцев. А это уже плюс. Ну, а с такой прям как гейзер прям. Пятый выпуск передачи, который ведет поиск не просто смыслов среди потока событий, а очертаний будущего. Новое время наступает прямо сейчас и становится историей, как прогулка на корабле по реке Ангара в Иркутске для детей, чьи отцы выполняют служебный долг на территории проведения специальной военной операции. СВО в Международный день защиты детей, инициатива ветеранов Росгвардии, военно-морского флота и Содружества воинов-сибиряков. В экскурсии поучаствовали кадеты Росгвардии и семьи сотрудников ведомства, погибших в разное время при исполнении воинского и служебного долга. Многие из ребят катались на корабле впервые. Полное видео, студия под текст, ссылкой в описании выпуска. Комментируйте и не забывайте помогать развитию передачи материально. Номер счета в описании выпуска. Финал речной поездки эмоции. Смотрим 16 секунд. Экипажу теплохода «Сокол» наша. Спасибо! На неделе борьба за будущее продолжилась. С одной стороны усилившиеся атаки беспилотников на приграничные территории России с Украиной, новые удары по Москве и Подмосковью. С другой – публичные и жесткие требования политиков КПРФ называть события войной и действовать как на войне. В Москве 30 мая Геннадий Андреевич Зюганов, лидер коммунистов, на заседании Госдумы указал на меры, которые за 15 месяцев СВО не были предприняты для победы в экономике, в обществе, в культуре, в управлении страной. По его словам, если мы сейчас не примем исчерпывающее решение, начнется разложение общества, которое в условиях войны недопустимо. Ссылка на полное видео в описании выпуска. А в Иркутске 2 июня Сергей Георгиевич Левченко, депутат Госдумы, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, на пресс-конференции добавил, когда каждый день гибнут люди, военные и гражданские – это война. И вести ее в полсилы, в четверть силы нельзя. Для победы, по словам Левченко, нужна уверенность, а не надежда. Ссылка на полное видео также в описании. Ключевые моменты выступлений коммунистов – Зюганов, а затем Левченко. Смотрим 38 секунд. Я думаю, вы сегодня будете слушать более внимательно, чем обычно. Я уже не раз вам говорил, против нас идет настоящая война. Президент, выступая на параде, обратился к страной и тоже сказал – большая настоящая. Правда, его окружение по-прежнему херематалдычит от спецопераций. Если будут происходить события и дальше так, как сегодня, когда мы там четверть силы, то у нас нет с вами никакой уверенности в том, что победа будет за нами. Пользователи Телеграма, судя по результатам опроса БГ Иркутск, также не знают, где и когда закончится СВО. 35% респондентов, большинство так и ответили – не знаю, 27% поддержали вариант, что СВО закончится в Киеве в ближайшие 2-4 года. 17% считают, что где-то в Европе, в далеком будущем, по ощущениям 15% респондентов, СВО закончится в тех границах, где сейчас фронт примирением в текущем году. Тех, кто думает, что все закончится в Киеве этим летом – всего 6%. В опросе участвовали 130 пользователей Телеграм-каналов БГ Иркутск и Друзь за граждан. Данные не являются полноценным социологическим исследованием. Тем не менее, ощутимо, что неопределенность в сроках и месте окончания специальной военной операции есть, и это позиция не только политиков КПРФ. При Ангаре законопроект об использовании копии знамени Победы внесли в региональный парламент. Документ будет обязывать размещать копию знамени на госучреждениях к 9 мая. Проект закона подписали 4 руководителя партийных фракций Рекпарламента – КПРФ, Единой России, ЛДПР и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя фракции КПРФ Андрей Анатольевич Андреев на пресс-конференции, о которой я уже говорил. Вопрос будет рассмотрен до конца июня. Тем не менее, копию знамени Победы уже второй год власти региона по обращениям парламентариев размещают на здании правительства. По информации главы при Ангаре Игоря Ивановича Кобзева в ответ на запрос газеты «Байкальская Сибирь» сообщалось, цитирую, «Федеральным законом в достаточной мере урегулирована возможность выставления в День Победы копии знамени Победы на обозрение. Так что, по мнению исполнительной власти, дополнительного регионального закона не требуется». Публичную позицию Кобзева увидим в ближайшем будущем, а пока из настоящего фрагмент выступления коммуниста Андреева о необходимости принятия закона смотрим 15 секунд. «Нас не будет, вас не будет, но законы знамени Победы все-таки нужно вносить и нужно принимать, чтобы он остался здесь, в Иркутской области, навсегда». У жителей многострадального, многоквартирного дома в Иркутске по адресу Пескунова 40 забрежила возможность ввести здание в эксплуатацию, а не сносить за собственный счет, как требует суд по иску городских властей. На неделе они встретились с первым замом мэра Иркутска Андреем Владимировичем Южаковым перед подготовкой к сносу. По словам Пескуновца, в суде эксперт сообщил, что здание подлежит реконструкции без выселения людей. Он даже обозначил сумму реконструкции – 70 миллионов рублей. Поэтому жители предложили Южакову вариант реализации этой идеи без привлечения средств городского бюджета. Но для этого власть должна поддержать людей в суде по пересмотру дела о сносе по вновь открывшимся обстоятельствам. Южаков взял паузу на две недели, чтобы взвесить все доводы граждан. Как минимум четыре последних года этой трагической эпопеи специалисты-строители указывали в кулуарах, что Пескунова-40 можно достроить. Но власти не хотели это слушать. Теперь, если обстоятельства все же изменятся, реконструкцию можно реализовать. Полный комментарий двух жительниц дома участнят встречи с ссылкой в описании выпуска. А сейчас фрагмент. Смотрим 16 секунд. Мы надеемся, что выйдем все-таки на администрацию по вновь открывшимся обстоятельствам. И правда будет в любом случае на нашей стороне. Город Уссулия-Сибирская, на мой взгляд, главная территория народного протеста против деяний власти в Приангарии. Экология, сохранение лесного комплекса, сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Все находится под пристальным вниманием уссульчан. Помогают в этой работе КПРФ и сторонники партии. На неделе в помощь общественникам газета «Байкальская Сибирь» попросила прокуратуру Приангария оценить эффективность использования бюджетных средств при благоустройстве улицы Интернациональная в Уссулии-Сибирском. Дело в том, что в 2019 году объект уже ремонтировали и сейчас он находится на гарантии. При этом в результате новых работ по благоустройству вместо двухполосного движения с двумя полосами двухстороннего движения здесь планируется организовать две полосы с односторонним движением и добавить островки безопасности на проезжей части. Уссульчанин Сергей Александрович Рыбинский уже обращался в контрольно-счетную палату России о расточительности госсредств, но внимание надзорных органов не привлек. Сейчас планируют обратиться повторно. Полное видео с комментарием, ссылкой в описании выпуска. А сейчас фрагмент Рыбинский о настоящей проблеме, которая уже меняет будущее Уссульской улицы и на взгляд общественника не в лучшую сторону. Смотрим 22 секунды. Изменять ее назначение сейчас нельзя. Вложены же федеральные деньги. То есть, если она дорога, она должна быть дорогой, а не парковкой, как сейчас запланировано. То есть, мы четко и ясно видим, что сейчас планируется вмешательство вот именно в дорожное полотно. Больше новостей в информационной ленте Иркутской области БГ Иркутск в Телеграм. Подписывайтесь и читайте. Благодарим наших партнеров. Иркутский обком КПРФ и медиахолдинг номер один. И еще. На пресс-конференции в Иркутском обкоме КПРФ, о которой я уже упоминал, коммунист Андрей Сергеевич Левченко впервые публично рассказал об ощущениях почти трехлетнего нахождения за решеткой. Напомню, что Андрей Сергеевич осужден по делу о лифтах и недавно вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, УДО. Многие считают данное дело политическим. Если бы эта история ограничилась несколькими месяцами, тремя-четырьмя, и я бы вернулся назад, я бы даже сказал спасибо большое моей судьбе за то, что я там оказался для нормального человека, это было бы достаточно. А весь остальной срок это просто страдание. Это слова коммуниста. Распространяйте выпуск среди друзей, помогайте развитию проекта материально. Номер счета в описании выпуска, обязательно ставьте лайки. Я, Сергей Королев, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Андрей Сергеевич Левченко, фрагмент в новом времени о пережитом прошлом. Смотрим 22 секунды и все. Пока. Потому что, когда ты отвлекаешься от всего, у тебя нет никакой связи, никакого интернета, телефона, нет людей, с которыми ты общался. Ты просто смотришь на свою жизнь со стороны. За русскую победу марш! Компин гаденни! Мы любим вас! С tros pissed! А ведь это только повтор! Камер идет к смерти. Да то, когда ты переживаешь... Фрагмент в новомьке... Профермент в новом, а чем я устроил... В défin ώ NIg 2, Brandone в новую очередь. Ты Neфтом был в добрый. Но для вас уже не бой был ответ в грамот,